приветствую вас друзья на канале данила и ларисы сегодня у нас обзор львивской вышнева все знают что во львове есть такое очень уже знаковая культовое заведение пьяная вишня на сегодняшний конечно эти заведения есть не только по всей украине но и в европе допустим я встречал пьяную вишню в польше в германии это полноценное заведение там где продают эту легендарную настойку на обзоре у нас сегодня набор от украинского производителя компании hot rod который по описанию гарантирует нам приготовления 3 литров львовской вишневой я не буду готовить 3 литра но я хочу устроить батл между этим набором и настоящей настойкой приближенной по рецептуре к львовской пьяной вишни рецептура примерно следующие качестве на качественном дистилляте настаивают вишню с добавлением сахара после настаивания все это переливается в бочки и некоторое время выдерживается в бочке в результате получается напиток спиртуозностью 22 23 процента который обладает очень ярким вкусом действительно очень вкусная штука если вы еще не пробовали обязательно попробуйте пьяная вишня есть киеве есть во львове да по-моему практически во всех крупных городах украины друзья батл будет заключаться в том что мы сравним конечные результаты вот этого набора и настоящие настойки которую мы приготовим по рецептуре для приготовления я буду использовать сортировку это чистый спирт который я развел до 40 градусов набора рассчитан на приготовление 3 литров напитка сейчас мы его с вами раздербаним посмотрим что там внутри и как-то условно разделим на три части чтобы сделать две одинаковые порции по литру напитка друзья этот спирт я приготовил на ректификационной колонии и хочу вам рассказать о нашем интернет-магазине крафт-стор один из самых больших в украине интернет супермаркетов товаров для домашнего крафта нашем интернет-магазине вы можете купить абсолютно все от больших четырех дюймовых реки ректификационных колонн до самых маленьких мелочей фитинги шланжики заглушки абсолютно все что нужно в лаборатории домашнего винокура также друзья мы предлагаем огромнейший выбор медного оборудования этой тарельчатые колонны и шлемы с конусами для ламбиков также медные царги медные дефлегматоры выбор очень большой ссылочку на наш интернет вы найдете на наш интернет-магазин вы найдете конечно же в описании ролика друзья обратите внимание что при заказе у нас целого аппарата с кубом вы получаете бесплатную доставку и пачку дрожжей на 100 литров подарок от ведущего украинского производителя хот-род дистиллер вся продукция компании хот-род также доступна для покупки на нашем сайте также обратите внимание что все товары мы отправляем не только по украине но и во все страны европы америку канаду израиль и еще некоторые страны по запросу друзья еще обратите внимание на наш комплекс автоматизации первак это мощнейший комплекс автоматизации ректификации дистилляции и затирания то есть пивоваренья комплекс имеет веб-интерфейс и удобное приложение для android и iphone вот здесь вот сейчас будет ссылочка всплывающая на плейлист с обзорами данной автоматики автоматика на мой взгляд одна из совершенных одна из самых совершенных автоматик которые сейчас существуют это стало возможно благодаря слаженной работе нашей команды автоматика на сто процентов изготовлена в украине мы сами паяем платы сами собираем сами делаем корпуса в общем она полностью на сто процентов украинский продукт также автоматика доступна для заказа за рубеж и совершенно спокойно работает с напряжением великобритании и северной америки то есть напряжением 110 и 120 вольт и 60 герц наша автоматика работает друзья а мы с вами давайте на раздербаним этот чудесный пакетик в первую очередь я его сейчас высыплю да мята есть все точно и немножко поговорим о процессе пахнет все это достаточно прикольно у меня сложилось такое впечатление что тут также есть укалом я вижу гвоздичку мятку ничего то есть ощущение что здесь есть у проб значит что мы имеем два кубика для настаивания дубовых какое-то количество специй я сейчас все это разберу по количеству гвоздички 3 гвоздички 4 гвоздички больше нет гвоздички 5 5 гвоздички есть я гвоздику добавлять не буду в той настойке которую мы будем делать будет исключительно вишня мята свежая и дубовая щепа постараюсь разделить это примерно на три части и вот о дубовой щепе по технологии hot rod все это настаивается в дубовой вместе с дубовой щепой поэтому для того чтобы усреднить условия мы также вишневую настойку из натуральной вишни будем настаивать сразу же вместе с дубовой щепой я взвесил содержимое пакета в нем соответственно было 135 грамм разделил это на три части получил 45 грамм и вот мое количество вишни которая взял сейчас тоже расскажу об этом несколько слов в рецептуре hot rod указано что на 3 литра настойки необходимо добавить 3 чайные ложки сахара я считаю что это совершенно не о чем поэтому приготовил по 50 грамм на каждый литр настойки соответственно здесь у нас вот это вот засыпь а для своей домашней настойки я буду использовать пол килограмма вишни я ее очистил от косточек но честно мне кажется что маленькая концентрация уход рода но может быть я ошибаюсь вишню засыпаю как вкусно пахнет свежая вишня сверх со свежей мятой слушать а она вкусная лариса то оставила нам вишни на ужин же вишня такая вкусная она совершенно не кислая очень сладкая может и много сахара будет отправляясь сюда всю эту вишенку вкусняков на оба меньше лишней брать сюда также порцию сахара на рукожопить это наше все сюда 5 грамм щипы и заливаем обе контрольные порции сейчас еще раз на рукожоплю литром сортировки крепостью 40 градусов оставляем настаиваться на две недели а через две недели посмотрим что у нас получится мне самому даже интересно что из этого получится разница в объеме существенная потому что здесь у нас есть вишня а здесь у нас вишни нету друзья до встречи через две недели будем смотреть на результат друзья прошло две недели наш напиток готов и если честно вот по поводу хот родовского у меня были сомнения изначально он имел цвет такой коричневый сейчас он имеет потрясающий аромат просто потрясающий и приобрел так не получится так будет лучше и приобрел красивый такой багряный оттенок я хочу его процедить конечно это настойка должна иметь спиртуозность около 20-25 процентов интересно что с кубиком стала как пахнет вкусно но соответственно у нас она получилась крепкая и не хочу разбавлять вот что-то мне кажется я вообще люблю крепкие напитки так здесь у нас такой вот цвет конечно чтобы она отдохнула в стекле и надо наверное все таки разбавить до хотя бы там 20 процентов вот кстати как сход родовской сделать непонятно потому что я понимаю что здесь примерно 40 а здесь объем значительно больше сейчас посмотрим какой будет объем когда я сажу ну понятно что вишня отдала свой сок и спиртуозность уменьшилась так открываем нашу домашечку я вам скажу что хот родовская пахнет вкуснее значительно более благородный аромат и видимо ход роды что-то знают но цвет здесь красивше или красивее сейчас ее также все отсоедим первое что я сделал это попробовал вишню вишня после этой бодяги совершенно невкусная она отдала весь свой вкус алкоголю и ну такая стала вообще никакая обычно происходит напиток на котором вернее продукт на котором настаиваешь спиртной напиток он обычно вкусный идут очень мало сахара и так друзья вот это у нас hot rod цветом похоже на какой-то коньяк вот это у нас домашняя вишневая цветом похоже на домашнюю вишневую с нее и начнем еще раз повторюсь этот напиток чрезмерно крепкий и я чуть позже после того как продегустируя еще не пробовал его я приму решение разбавить его и необходимо ли добавить сахар мне не хочется разбавлять вот честно здесь по ощущениям градусов 32-35 и мне его совершенно не хочется разбавлять но мне хочется сюда добавить еще сахара как минимум такую же порцию то есть еще 50 грамм получается 50 грамм по моему я добавлял надо посмотреть записи но разбавлять это совершенно не хочется напиток получился вкусный но достаточно простоват то есть это по сути настойка на вишне немножко с ароматом дуба больше ничего не чувствуется так давайте мне я вот возлагаю очень большие надежды все-таки на хот родовский напиток во первых мне очень нравится вот этот вот цвет в банке то есть он такой благородный красивый как-то стаканчики он выглядит больше как коньяк а вот здесь прям такой красивый рубиновый цвет ну просто просто красивый поэтому давайте будем пробовать это хорошо тут немножко покрепче и значительно более приятный вкус по моему там есть кинза или тмин не могу понять опять же таким не не хватает сладости мне не хватает сахара мне кажется этот напиток должен быть более сладкий но я вам хочу сказать одну вещь наверное первый раз когда я могу с уверенностью сказать что напиток под рот из набора получился лучше чем домашний напиток на самом деле здесь особо не заморачивался со специями хотел сделать обычную самую простецкую вишневую настойку но вот этот напиток он имеет такой очень интересный профиль имеет сложный вкус имеет приятное послевкусие его хочется пить вот именно в таком виде как он есть то есть тут где-то около но я думаю что градусов 37 38 и он мне нравится друзья этот напиток могу смело рекомендовать но также также могу рекомендовать и обычную домашнюю настойку суть была произвести какой-то батл и в этом батле реально на мой взгляд выиграла настойка hot rod еще раз еще раз хочу повториться о том что вот в данном случае мне очень понравился подборка специй и концентрация самого напитка если помните делил пакет у меня еще осталось две трети поэтому эти две трети смело также могу настаивать но друзья собственно говоря все еще аромат очень приятный реально вот кубик дал аромат значительно более приятней чем дубовая щепа все-таки дубовая щепа как-то более простецкая кубик кубик дал такой интересный профиль и так понимаю что он дал и цвет в общем могу рекомендовать могу рекомендовать друзья а на этом у меня все напомню что ссылочку на сайт вы можете найти в описании ролика и собственно говоря там затарится огромнейшим выбором от родовских наборов для настаивания на многие наборы я уже делал обзоры какие-то мне зашли очень хорошо какие-то не очень хорошо вот кстати абсент не очень понравился он получился реально классный в то же время напомню если кто не смотрел есть ролики про абсент и про текилу текила из пакета вообще ничего общего с текилой не имела то есть получилась интересная настойка не имеющая ничего общего с текилом с текилой друзья подпишитесь на канал и оставайтесь с нами а мы с ларисой готовим для вас вкусные сыры колбасы и домашний алкоголь всего доброго пока